Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Давайте проверим и мою связь тоже. Если видно и слышно, поставьте огонечек. Традиционно слева от чата просто нажимайте на огонечек. Ну и держим кулачки, чтобы такая хорошая связь у нас сохранилась до конца нашей встречи. Давайте знакомиться с кем еще не знакомо. Меня зовут Мария Александровна Подмянина. Я практикующий психолог, нейропсихолог, работаю в городе Екатеринбург и работаю в Международном тренинговом центре для детей. Тут тренинговые группы для деток от 6 до 16 лет, используя разные-разные техники, чем с вами и делюсь с удовольствием. Сегодня мы будем говорить о такой необычной практике, технике, как имаготерапия. И будем говорить о том, как можно вот эту практику использовать на радость вам и на развитие для ваших учеников и воспитанников. Сосредоточимся мы на детках дошкольного возраста, но и про деток младшей школы и немножечко про подростков и взрослых я тоже расскажу, потому что имаготерапия и практически все техники, которые я буду показывать, они универсальны и вы можете ими пользоваться даже для себя в каких-то ситуациях, когда вам необходима помощь, и для других людей, взрослых и маленьких. Поэтому практики сегодня будут разные. Наша встреча практико-ориентированная, то есть я расскажу только необходимые теоретические сведения, а потом мы с вами будем говорить про конкретные упражнения, которых в имаготерапии очень много. Ну что ж, давайте начнем. Что такое имаготерапия? Имаго похоже на слово имидж, да, английское слово имаго это имидж, и в имаготерапии, в современной психологии, в арт-терапии, в педагогике подразумевают исцеление образом. То есть это определенное упражнение, это такая работа, при которой человек создает свой позитивный образ. И когда он создает этот позитивный образ, происходят, ну, можно сказать, чудеса. Конечно же, это не чудеса, а вполне понятные психологические процессы внутри человека, но иногда выглядит как чудо, потому что у этого способа работы с детьми и взрослыми очень хорошие результаты, и поэтому он мне очень нравится. Немножко про философию метода. Психология сейчас уже на современном уровне развития опирается не только на какие-то данные эмпирические, не только на данные опросов, того, что понаблюдали психологи на консультациях, но и на вполне себе понятные и ощутимые результаты экспериментов нейрофизиологических. И сейчас в современной нейрофизиологии, если мы возьмем вот всю систему мозга, конечно же, упрощенно, потому что здесь у нас нет цели изучить анатомию за то время, которое нам отпущено. Если в целом мы посмотрим на мозг, то в нем выделяют как бы три отдела. Первая – это самая нижняя часть мозга, который соприкасается со спинным мозгом. Это очень древняя структура, которой больше 100 миллионов лет, и такие структуры есть уже у низших животных, у рептилий, поэтому иногда психологи называют рептильный мозг. Физиологи не очень любят это, но нам, психологам, так очень удобно объяснять. Вторая часть – это лимбическая система или эмоциональный мозг. Большая часть, которая занята тем, что получает, размещает эмоции, передает их обратно. То есть это часть мозга, которая оперирует эмоциями. Да-да, для эмоций есть целая своя собственная часть мозга. Ну и последняя, такая тоненькая корочка, которая все это покрывает, это кора головного мозга, самая молодая часть, сформировавшаяся 2 миллиона лет назад уже у высших животных. И это часть головного мозга, которая отвечает за то, чтобы мы получали впечатление от окружающего мира, запоминали их, перерабатывали в какие-то общие образы и ими оперировали. И еще вот эта вот часть, кора головного мозга, отвечает за наше мышление, то есть когда мы думаем с помощью слов внутренней речи или внешней речи. Вот примерно такая вот сложная схема того, что у нас в голове. И в чем здесь интересно? Что нам интересно? Дело в том, что рептильный мозг и лимбический мозг, они в принципе не понимают слов, поскольку это древние части головного мозга. И они общаются с нами и между собой с помощью образов. И неважно, этот образ настоящий или это образ придуманный. Наверное, вы наблюдали за собой такое явление. Вы были на работе, вам очень крепко досталось от начальства, эта ситуация была неприятная очень, и в то время, когда вас распекали в кабинете у начальства, ну или вы поругались, например, с коллегой, у вас в это время было сердцебиение, холодный пот, сжатые кулаки, много чего еще. И когда вы пришли домой, вот ситуация закончилась, то есть вы в любимом доме с чашечкой чая сидите, но вы начинаете вспоминать эту ситуацию и вновь получаете ту же самую реакцию от вашего тела. Тоже сердцебиение, холодный пот, сжатые кулаки, подъем давления. Вот у кого так было, поставьте тоже огонечек, посмотрим, сколько нас таких. А суть в том, что если мы с помощью нашего мышления, с помощью нашей коры головного мозга создаем какой-то образ, то этот образ начинает воздействовать и на наши эмоции, и на наше тело определенным образом. То есть мы можем сами себя напугать, сами обидеться, сами расстроиться, но если мы можем так сделать, почему бы нам не смочь самих себя поместить в какую-то красивую, хорошую картину, создать какой-то положительный образ, и этот образ будет действовать на наш мозг, на наше тело. То есть что мы делаем в эмаготерапии? Если мы в какой-то другой технике пытаемся изменить модель поведения, то есть вести себя не так, как мы вели раньше, то у нас чаще всего срабатывает предохранитель, психологические защиты. И мы как бы возвращаемся обратно. Очень сложно воздействуя на себя словами изменить модель поведения. Но если мы играем в образы, если мы придумываем, что мы не мы, а какой-то другой человек или какое-то существо, и начинаем жить жизнью его, тогда вот эта защита, она не срабатывает. Потому что здесь мы находимся в режиме игры, и любопытство, оно всегда побеждает страх. Вот примерно такая вот физиологическая основа у эмаготерапии. То есть главный метод эмаготерапии это представить себя другим человеком, наделенным другими личными качествами, и во время упражнения пожить его жизнью. Таким образом, пока мы играем в другого человека, мозг знакомится с новыми сценариями. Наше тело знакомится с новыми сценариями. Оно понимает, как бы этот человек мог ходить, двигаться, что бы он говорил, какая бы у него была мимика, и затем уже, если мозгу все это очень понравится, то он будет готов это повторять. И после нескольких встреч по эмаготерапии или упражнений, если вы с детками будете проводить, то дети будут в своей жизни постепенно разворачивать вот эти новые привлекательные для себя образы. И автоматически их поведение тоже будет меняться. Вот такая вот система. На самом деле она очень несложная, мягко работающая. И это система, которая... Мы же психологи ленивые очень люди. Это система, которая работает без особых таких усилий со стороны психолога, терапевта или педагога. И работает очень хорошо. Вот, то есть особенности метода. Это мягкое воздействие. Здесь нет опасности ребенка травмировать или принести какой-то вред, потому что, ну мы же играем. Это все игра. Долгое прорастание новых качеств. Здесь тоже надо понимать, что после упражнений по эмаготерапии новые качества не сразу же проявятся, но они будут прорастать. То есть вот это новое, оно будет нарастать, наращиваться изо дня в день. Долго, но постепенно все больше и больше. Дальше. Что очень важно, сейчас психологи это ценят. В эмаготерапии нет необходимости исследовать прошлый травматический опыт. Сейчас мы уже отходим от мысли, что для того, чтобы двигаться вперед, человеку, взрослому или маленькому, нужно проработать свои травмы. Скорее, у психологов есть другая мысль, что для того, чтобы начать прорабатывать травмы, у человека должен быть ресурс. А если у него нет ресурса, тогда делать это абсолютно бесполезно и даже вредно. Психологи называют это подстелить соломку. Ну и чем еще хорош этот метод? То, что он обращается ко всем трем уровням головного мозга, одновременно воздействуя и на наше тело, на поведение, на движение, на эмоции и на наши мысли тоже. Здорово, да ведь? Просто здорово. Ну и теперь я расскажу про этапы занятий. То есть все занятия по эмаготерапии, как бы вы ни работали, с кем бы вы ни работали, они делятся на определенные этапы. И эти этапы все важны, они не должны удаляться, они должны идти по порядку, вот именно в том порядке, как они есть. Первое – это вживление в образ. То есть после того, как мы устанавливаем эмоциональную связь с ребенком, то, что мы называем раппорт, и мы говорим ему, а представь себе, что ты сейчас стал. Ну и дальше уже по плану то, что нам нужно. Царем, рыцарем, драконом, человеком-пауком, покахом-то, золушкой и так далее. То есть здесь просто игра, просто представь себе, что ты стал. И дальше просим рассказать про своего героя. А какой у него характер, какие у него качества? Как он обычно ведет себя с разными людьми? Что он любит и что не любит? Какие у него убеждения? И постепенно, когда ребенок рассказывает про своего героя, мы начинаем погружение в этот образ. Погружение действительно – это не метафора, потому что мы погружаемся все в более древние слои мозга. То есть сначала мы задаем вот эти вот вопросы, но как бы вопросы к сознанию адресованы, это убеждение, это его поведение и так далее, то, что осознается. А потом мы можем, например, задавать вопросы про то, как герой себя ведет, как он двигается, как двигается его тело, как оно функционирует, что герой чувствует. Вот чем больше вопросов вы зададите, тем глубже будет погружение и тем активнее будет работать вот этот образ, который ребеночек для себя выбрал. После того, как выживление произошло, начинается уже проживание этого образа, и ребенок начинает действовать от имени своего героя. И вот здесь вот нами уже, педагогами, психологами, должна быть подготовлена задача. То есть, когда ребенок выживается в своего героя, что он будет делать теперь, как действовать. И здесь у нас уже разворачивается ситуация в зависимости от того, какую задачу мы поставили. Ну, например, исследование новых моделей поведения. Представим себе такую классическую ситуацию. У нас ребеночек очень робкий и очень зависимый от мамы. И в конце дня, когда мамы всех деточек забирают из детского сада, этот ребенок начинает плакать и плачет безостановочно, пока его мама не придет. И хорошо, если мама приходит первая из всех родителей, а если не первая, то вас ждет просто ужасный там час или несколько часов с этим ребеночком. И мы говорим, а представь себе, что ты будешь, например, ну, кто? Давайте попробуем, выберите для такого ребеночка, герой, напишите в чат, кем мы его сделаем. Нужно, чтобы был такой смелый, такой сильный, богатырский. Кто это может быть? Приводите примеры, кем можно сделать ребеночка. То есть, он у нас робкий, а мы его делаем сильным. Ну, например, богатырем. Или можно сделать даже драконом, рыцарем. Илья Муромец. Да, вот образы такие сходные, похожие образы. Спасибо вам большое. Вот. Можно сделать каким-нибудь железным человеком и что-нибудь еще. И мы ребеночку говорим, а представь себе, что ты сейчас рыцарь, и рыцарь ждет свою прекрасную даму. Маму, как прекрасную даму. Хорошо, а как рыцари готовились к встрече с прекрасной дамой? И ребенок такой говорит, ну, если я рыцарь, значит, у меня должны быть доспехи, определенный внешний вид, да, я должен быть сильным, и я должен для своей прекрасной дамы что-нибудь сделать. Вот. Потому что вы тут поддакиваете, говорите, да, уже прекрасную даму, можно встречать там цветами, чем-то еще, устраивать в ее честь рыцарский турнир, и, ну, здесь уже ребеночек сам выбирает. Или он идет бороться, например, с какой-нибудь подушкой или с другим рыцарем прекрасным, или его можно, например, усадить и предложить нарисовать красивую розу. Вот. И потом подарить маме. То есть, так или иначе, ребенок у нас в этот образ зашел и уже не так страдает, не так ждет маму, он занят делом, он теперь рыцарь, ему хорошо. А почему не добрый, веселый, артистичный? Ведь юмор облегчает жизнь. Конечно, можно, да, пожалуйста, напишите своего героя, кем мы ребеночка сделаем? Добрым, веселым, артистичным. И здесь можно развернуть другую историю сказочную. Может он быть клоуном, например. Может быть, кем еще? Звездой, артистом, да, и мы говорим, если ты звезда, если ты артист, давай-ка, какой-нибудь быстренько. О, Карлсон, вообще отлично, мне нравится ваша идея. Карлсон, который живет на крыше, и знаете, чем хорошо, что Карлсон? Карлсон, он по сути своей был тот человек, который утешал одинокого ребеночка, да, ведь? Очень классный герой, спасибо вам огромное. Вот, и если ты теперь Карлсон, то ты летаешь на своем вертолете, и ты, наоборот, утешаешь детей, да, и ты, Карлсон, находишь для себя, плачущего ребеночка, слова утешения, и уже становится не так грустно. Если ребенок выбирает отрицательного героя, вот этого не бойтесь, смотрите, вообще отрицательных и положительных героев нет, потому что в отрицательных героях тоже есть сила. Важно дать ребенку понять, что эту силу можно использовать, но при этом остаться в рамках этики. То есть, ну, например, кто может быть отрицательный? Может быть какой-нибудь дракон, но мы говорим, да, дракон замечательный, сильный, он плюет кипятком, но он вот это вот свои свойства использует для добрых дел. Например, ужин разогреть, вот, а он остается быть, остается сильным. Поэтому всегда очень спокойно относимся к Каще, Каще вообще прекрасный герой, бережливый, замечательный, такой сильный, Халк, тоже Халк наполнен силой. И, кстати, заметьте, что у всех отрицательных героев тоже есть какая-то своя история, они тоже способны любить, они способны отзываться, поэтому, ну, Халк так Халк, то есть, если ребенок у вас робкий, скромный, то побыть в образе Халка ему будет вообще очень полезно. Потом он из этого образа выйдет, но кое-что останется, и это кое-что будет с ним жить, ребенок будет более смелым. Вот, примерно так. Это исследование новых моделей поведения. Следующее, что мы можем. Очень тяжело полдня смотреть на человека-паука, бросающего паутину. А почему тяжело-то? Он в этом... Я понимаю, о чем вы, да, есть такие человеки-пауки и разные другие человеки, которые в образе застревают. И, кстати, деткам, ну, где-то в возрасте от 3 до 5, 6 лет свойственно застревать в каком-то образе. И если время и обстоятельства позволяют, дайте им позастревать, потому что в это время ребенок что-то важное для себя решает. На разном уровне. На телесном, на душевном, на каком-то еще. Но что-то решает. Если девочка Герда, да, Герда, которая искала своего Кая. Вот, здорово. Главное, что понятно. Что еще? Какая задача может быть? Встреча с проблемой и решение ее новыми способами. Ну, например, есть у нас два мальчика, хулигана, которые на самом деле в душе очень друг другу симпатизируют. Я много раз встречала вот эту вот схему, систему у мальчишек. То есть они очень похожи, они друг другом интересуются, друг другу симпатизируют и готовы быть хорошими друзьями. Но они находятся в жесткой конфронтации друг с другом. Допустим, как можно решить эту проблему новыми способами? Вот у нас два мальчика-хулигана. Например, мы им предлагаем превратиться, ну, пусть фантазия у меня сегодня не очень работает. Двух рыцарей, например. Вы можете предлагать своих героев, но здесь парные герои. Причем они должны быть одинаковые по рамгу, то есть Шрек и Осел точно не подойдет. Там больше конфликтов будет. И вот эти два рыцаря, например, должны решить какую-то задачу вдвоем. И вот они вдвоем, эти славные рыцари, эту задачу решают. И третье, что мы можем, какую задачу детям подкинуть, это общение с другими людьми, персонажами и своей новой роли. Если ты сейчас Халк, то как ты будешь общаться с другими людьми. Также ты будешь робеть при виде взрослого человека, чужого или нового ребенка, или ты как-то будешь по-другому. Если ты девочка Герда, также ты будешь плакать и звать маму, или ты будешь искать своеобразно контактирует с другими детьми, практически не воспринимает педагога. Смотрите, вот это частный случай, и не видя ребенка, я вам сказать не могу, что это. Это норма, или это не норма, это какое-то аутичное поведение, или поведение, ну, скажем так, ложно аутичное, то есть ребенок в порядке, но какая-то ситуация из жизни привела к тому, что он начал проявлять аутичные черты. Вот. Либо у него какая-то вот своя сверхзадача в этот момент, ну, по крайней мере, хорошо бы понять, от чего человек-палуб бросает паутину, что он хочет, то есть мы всегда спрашиваем детей, что они хотят в этой ситуации, и мне кажется, это будет верным решением. Вот. Своебразно контактирует с другими детьми, может, да, похоже, часто прячется в шкафу, но смотрите, может быть, может быть, это таким образом он сам себе сделал иммакотерапию и прорабатывает свой страх, как вариант. Предложите ему побыть кем-нибудь другим человеком, не пауком, а там много же супергероев, может быть, другим захочется быть. Вот. Проживание образа и следующий этап это перенос полученных навыков в реальную жизнь. Здесь мы тоже задаем вопросы, например, что из того, что может твой герой, можешь ты. Можем спросить, смотри, ты в образе героя вел себя вот так, тебе понравилось? Да, а что тебе мешает так себя вести не в образе своего героя? Ну, собственно говоря, ничего. Хочешь попробовать уже не в образе героя, а будучи там уже Петей, Васей, а не рыцарем, попробовать себя вести точно так же. Что будет, если ты будешь таким же? Ну, вот такие философские вопросы, и на этом мы заканчиваем занятие, но шлейф от занятия тянется еще долго, и ребеночек довольно долго проживает вот эту вот ситуацию. Вот, и движение вот этого, вот это вот проживание, прорастание, они идут сверху вниз, то есть усваиваются сначала навыки, новые, новые модели поведения, а потом происходят глубокие изменения в личности, и это такое очень постепенное движение. Вот, ну и допустим мы можем в каких-то художественных фильмах тоже подсмотреть как работает аналоготерапия, потому что на самом деле таких сегодня очень много. Смотрите, фильм «Красотка», например, все смотрели, я думаю, стопроцентно, все смотрели мимо него невозможно пройти, и вы сюжет помните, помните, как девушка с улицы попала на встречу с миллионером, миллиардером и очень богатым человеком, и ему понадобилась спутница, его круга, его уровня, и он попросил ее на неделю побыть вот такой прекрасной леди, важной дамой, и там очень много красивых моментов, это покупка одежды, преображение, чудесные костюмы, и вот по истечении недели, помните, когда девушке нужно было вернуться обратно в свою жизнь, она не смогла это сделать, потому что за эту неделю она изменилась внутренне. Вот этот ее новый образ, ее имидж новый, он прошел вглубь и изменил ее личность, и если помните, она себе решила начать другую жизнь, начать учиться, уехать из этого города, но в результате все-таки хэппи-энд случился, это же такая у нас сказка, вот, и все закончилось в фильме, ну, просто хорошо. Но я думаю, что если бы она уехала учиться, то для нее тоже была бы хорошая жизнь, просто немножечко другая. Ну, еще один вариант, вот такой вот, тоже. Ну, и в принципе все сказки про Золушку, это имаготерапия о том, как девочка бедная, примерив наряд, повадки и поведение богатой дамы, постепенно превращается в эту самую даму. Ну, всеми нами любимые фильмы. Вот, я думаю, что всем понятно, как это происходит, я постаралась объяснить вот так вот хорошо. Ну, и давайте посмотрим теперь по возрастам. Для дошкольников, что мы можем предложить? Какие задачи можно решить с дошкольниками, используя вот такие вот интересные упражнения? Ну, прежде всего, расширение рибертуара поведения. Ведь человек, он может вести себя по-разному. Постепенно дети в дошкольном возрасте, дальше в школьном, ну, и всю жизнь нарабатывают новые модели поведения. И чем больше у них моделей, вот как красок на палитре, тем жизнь ребенка легче, потому что он знает, как себя вести в той или другой определенной ситуации. Поэтому, превращая ребенка в сказочных героев, мы помогаем ему освоить разное поведение. Например, очень смелого человека, очень хитрого человека, поведение царя, поведение человека, который долго, упорно трудится и достигает своего благополучия и много-много всего. Дальше, осознание своих эмоций. Это тоже очень полезное упражнение, потому что ребенку часто сложно проживать свои эмоции, сложно их называть, а вот эмоции своего придуманного героя он может называть уже легко. Преодоление страха, неуверенности и я бы еще добавила агрессии, тоже здесь, то есть здесь эмаготерапия работает замечательно. формирование здоровой самооценки и снижение уровня личной тревожности, потому что когда ребенок нарабатывает новые модели поведения, то он становится к этой жизни более приспособленным, ему уже не так тревожно. Ну и вот вам несколько упражнений, которые можно использовать для примера. Я думаю, что когда вы получите представление об этом, то сможете миллион таких же упражнений для детей придумать. Для младшей и средней группы, там, где у нас еще много-много плачущих деток, и это просто головная боль для педагога. Упражнение Таня Плакса. Дети водят в хоровод, а в середине стоит Таня. Они читают стихотворение, всем известное, и пока они читают стихотворение, Таня горько плачет. А когда хоровод останавливается, Таня вытирает слезы и улыбается. Смотрите, чем это полезно. Ну, во-первых, можно легально проплакаться, прям-таки легально, да, потому что здесь разрешено, можно прям плакать. А во-вторых, вот дети, которые в образе Тани, они учатся себя регулировать, то есть прекращать слезы, прекращать плач и себя успокаивать, переходить на улыбку. Детки это упражнение очень любят, все хотят быть Танями, все плачут на несколько голосов. И здесь еще очень интересное происходит, вот когда в малышовых группах работаем, когда они ну частенько так очень плачут, да, не в упражнении, а просто вот в течение занятия, и мы это упражнение несколько раз делаем, они плакать перестают. Потому что ну как бы насмотревшись на плачущего человека, они думают, да, мне вот так нехорошо, некрасиво, мне не хочется. И слез становится меньше. И сами же себя иногда утешают, говорят, ну вот когда кто-то плакать начинает, они говорят, ну ты что, Таня, плакся что ли? Давай прекращай плакать. И прекращают плакать. работа с яростью, с гневом. Злой человек. Мы говорим ребенку, что сейчас можно встать в позу злого человека, сейчас можно стать злым человеком. И можно махать кулаками, можно топать ногами, единственное, что нельзя задевать других людей. И можно перечислить ситуации и события, которые и очень сильно злят. Что нам это упражнение дает? Во-первых, мы детям даем понять, что злость, ярость и агрессия это тоже их эмоции и эти эмоции тоже надо проживать. Во-вторых, очень важно здесь то, что ярость и агрессию и злость можно переводить в вербальный поток, то есть можно проговаривать и как только проговариваешь, злость становится меньше. Ну и здесь в этом упражнении мы учим детей, как с гневом и злостью разбираться. Тоже одно из любимых упражнений и все хотят быть злым человеком. Особенно детки, которые ну вот свои злые эмоции они прячут, потому что они уже привыкли быть воспитанными, хорошими. Бывает ситуация в этом упражнении, когда ребенку сложно, особенно таким очень воспитанным деткам, и тогда мы говорим, ну что ты, это же игра, давай поиграем злого человека, а поиграем за тем, чтобы все видели, какой злой человек, ну вот неприятный, нехороший, и тогда начинают играть. еще еще одно упражнение для группы, тоже можно с трех лет его делать, когда уже детки могут забросить какое-то эмоциональное состояние, делаем круг, и ведущий, взрослый первым говорит, а я сегодня вот такой, и показывает какое-то эмоциональное состояние, там можно злость, ярость, бесшабашность, хоть что, и все дети повторяют это движение и мимику, и говорят, например, любовь Анатолиевна сегодня вот такая, затем выходит другой ребенок, или его спрашивают, он говорит, а я сегодня вот такой, и все тоже повторяют, очень хорошее упражнение для того, чтобы деток обучить эмоциональной компетенции. Игра гневная гиена, тоже про гнев, спасибо, я рада, что вам понравилось, с трех лет используется это упражнение и опять-таки наша любимая тема, как разобраться с детским гневом. Сидит обезьянка несчастная, возле нее ходит гиена, и гиена гневается, говорит, я гневная гиена, я страшная гиена, от гнева на моих губах всегда вскипает пена. Может воспитатель проговаривать, ребенок показывает эту страшную гиену, и ребята пытаются помочь обезьянке, ее нужно заляпать, и тогда она будет спасена. А гиена, соответственно, детей ловит. Тоже гневной гиеной можно сделать ребят, которые сильно гневные, которые очень легко входят в какие-то конфликты, и точно так же будет полезно быть гневной гиеной, очень робким, тихим деткам, они как бы проявят это свое качество, и им тоже пойдет на пользу. Смелый заяц. Работа со страхами. Тоже можно играть с трех лет. Выбираем заяца, заяц встает на стул, на пенечек, куда-нибудь на возвышенность, и начинает громко петь и читать стихи. Остальные дети трусливые заяцы. Заяц должен громко петь, кричать, говорить, хоть что, и он должен убегать от волка в самый последний момент. То есть, когда волк уже всех зайцев разогнал, и волк уже около этого стула, к нему лапу протягивает, и вот тогда заяц начинает убегать. Смелый заяц, тут важно продержаться дольше всех других, ну и показать свою смелость, свою громкость. Вот, и много-много таких упражнений вы можете дать ребятам, дошкольникам, но и несколько упражнений на деток чуть постарше, работа с младшими школьниками, но точно так же я бы в эту категорию внесла детей подготовительной группы, потому что они часто бывают уже очень зрелые, проблемы у них уже не детские совсем, не дошколянские, тем более детки, которые уже прошли свой кризис первоклассника и становятся такими взрослыми социально ответственными. Что мы деткам постарше можем помочь сделать в имаготерапии? Это становление здоровой самооценки, это коммуникация со сверстниками, научить коммуницировать и снять тревожность, обрести веру в себя, обрести смелость, ну вот та же история про смелость. Очень хорошая и интересная техника, которая называется кинопробу. Ольге отвечаю, я не совсем поняла в игре про обезьянку и гиену, как именно дети спасают обезьянку, что они должны делать? Смотрите, на ваш вариант, вот мы действуем под ваши обстоятельства, они могут ее заляпать, а могут ее взять за ручку и увезти от гиены, то есть что бы то ни было, они должны обезьянку утащить от гиены, либо заляпать, как вы посчитаете нужным. Иногда просто утащить сложно, а заляпать достаточно будет просто для ребят. Идите от своей группы и ну любую игру можно модифицировать под любую группу. Итак, кинопробы. Предлагаем участникам пройти кинопробы в роли какого-нибудь героя. И какие варианты этой работы? Можно изобразить эмоции этого человека и животного, ну например, мальчик потерялся в торговом центре и ищет родителей. Лисенок пошел ночью в лес и ему очень страшно. Девочка разозлилась на маму. И обратите внимание, что вот эти вот кинопробы, когда мы изображаем эмоции, они не подразумевают выход из какой-то ситуации. То есть мальчик там не будет находиться, не будет искать полицейского, ему нужно изобразить вот здесь и сейчас эмоцию, эмоцию страха, потери, вот такое вот все. Ну и точно так же лисенок, который идет по лесу, мы здесь какую-то сказку не разрабатываем, пока ему просто нужно изобразить свой страх или злость. То есть это просто короткий этюд на проживание эмоций. К этому возрасту детки уже на тыс с разной аппаратурой, у них уже практически у всех есть телефоны с функцией видеозаписи, поэтому вы очень спокойно кинопробу можете заснять и потом на большом экране детям показать, это будет очень интересно. Ну и по учителю посмотреть на себя со стороны. Чуть-чуть посложнее техника тоже в кинопробах это наш Яролаж. Здесь у нас уже происходит постановка небольших сценок вместе с другими участниками на заданную тему. Просто обожают это дело дети сами придумывают сюжеты, то есть если им говоришь а давайте мы запишем кино, то они тут же говорят а давайте и начинают записывать кино. Очень они это ну например поссорились с мамой как мы эту сценку можем сделать из-за чего поссорились как происходит сама сцена ссоры и как потом происходит примирение и здесь очень хорошо что кто-то из детей побудет в роли мамы и значит побудет на месте другого человека в этой ссоре и проживет эти чувства и поймет что его чувства ну как бы не уникальны другой человек тоже чувствует там воли горечь и так далее опять двойка барышня и хулиган ну и много-много разных сюжетов вы можете сюжеты придумать под задачу то есть какая есть задача воспитательная вы такой сюжет и придумываете ну и опять-таки дети очень хорошо сейчас сами пишут фильмы мультфильмы они умеют монтировать видео вы можете им это доверить и у вас получится ну настоящий замечательный диролаж с дошколятами тоже можно сделать если вы им поможете технически еще несколько вариантов на кинопробах мальчик заблудился в парке сначала смотрел как прохожие кормят голубей потом подошел к ним поближе и вдруг оказался среди чужих людей папа начал поиски сына но в большом парке ему сложно было сориентироваться старая добрая педагогика прекрасно и режиссерские игры да прекрасно та же цель если мы к старой доброй педагогике добавим новую добрую аппаратуру получится еще интереснее можно будет это посмотреть в конце концов прогресс тоже идет но старую добрую педагогику никто не отменял я очень сильно за нее мы ничего не отбрасываем не выбрасываем все сохраняем свою копилочку вот ну вот примерно такой сюжет можно разыграть целый сюжет даже ну и чуть-чуть про работу с подростками вдруг у вас есть подростки или дома подросток живет что тоже очень интересно и магнотерапию они тоже очень любят разыгрывают сценки и что мы можем им помочь сделать какие задачи порешать принятие себя своей индивидуальности да то есть через череду образов найти себя мы с детками постарше проводим упражнения сказочный коучинг о герое и злодей где ребенок находит себе хорошего персонажа и плохого персонажа убеждается что и его светлая сторона и темная сторона они также одинаково важны они также нужны для его жизни и признает себя полностью не считая какие-то свои темные стороны но чем-то плохим дальше что можно помочь выйти из родительской системы то есть вы мага терапии прожить жизнь взрослых людей посмотреть как это выбрать направление дальнейшей жизни и научиться поддерживать дружбу и любовь есть очень хорошее упражнение вы если ведете какие-то тренинги можете его использовать на тренинговых группах сразу на больших на взрослых группах и на подростковых тоже упражнение лес оно такое неоднозначное многоплановое смотрите в одном месте нашей земли рос лес и вот однажды пришел в этот лес заяц давайте вместе поиграем у нас есть с вами еще минутки вопрос зачем он пришел можете прямо в чате отвечать зачем он пришел в этот лес что ему понравилось и не понравилось в лесу как его встретили другие обитатели и как развернулась история дальше вот мы даем вот мы даем детям минут 10-15 и дети придумывают а зачем этот заяц в лес пришел смотрите варианты собирать яблоки то есть за ресурсом найти друзей за компанией за впечатлениями ищет свою семью вот то есть смотрите то что вы пишете сейчас это ваша самая важная потребность ваша жизненная потребность и детки когда пишут они тоже прежде всего проявляют свою главную потребность в жизни найти друзей например или найти что-то новое попутешествовать вот что ему понравилось и что не понравилось в лесу ушел от обидчиков да это тоже стратегия да здесь тоже можно развернуть историю по-разному ну и когда детки на эти вопросы отвечают мы уже получаем представление немножко о личности ребенка дальше вот заяц ищет маму потребность какой-то может быть помощи да у ребеночка если у него заяц ищет маму если он об этом говорит то нужна какая-то помощь ему да помощь каких-то старших людей ну вот из того что мне детки говорили что понравилось что не понравилось например понравилось что обитатели добрые у кого-то было а кому-то не понравилось что капканы наставлены заляпать это значит задеть рукой сборники упражнений маготерапии смотрите они у меня есть и они в принципе есть в свободном доступе в сети интернет если мне подскажут способ как их вам передать я передам вот вообще не вопрос сборник сборника могу поделиться вот понравилась помощь других зайцев не понравилось чаще в лесу где живет семья лист есть опасность как встретили другие обитатели это ожидание человека от общения с другими людьми то есть его могут встретить радостно здравствуй зайчик а могут сказать что ты сюда вообще пришел зачем ты здесь ходишь у нас и так зайцев полно как развернулась история дальше и здесь тоже разные варианты от такой героической что заяц решил что в лесу мало места и начал садить еще один лес на пустыре и вырастил свой собственный лес уже понятно да все личности человека но как развернулась история дальше могут быть варианты что зайцу пришлось уйти из этого леса или что он превратился в тигр и покорил этот лес понравилась природа но кусали комары и ухала страшно сова это такая диагностическая проективная сказка и вот когда мы проговариваем с ребенком то ну или не с ребенком то он осознает свои жизненные стратегии которые вольно или невольно разворачивают в этой жизни ну и варианты упражнений увидеть цветок осознание своей индивидуальности тоже примерно самое то есть если ты превратишься в цветок то какой ты будешь цветок какой формы какого цвета с каким ароматом что вокруг цветка какая история с ним происходит и мы здесь тоже понимаем что человек думает о себе ну еще пару слов про эмоциональную образную терапию это тоже работа с образами и это тоже работа очень и очень полезная несложная и такая очень красивая бывают очень красивые психологические техники и вот это одна из них что это такое это направление психотерапии психодинамическая то есть суть направления в том чтобы человек в результате упражнений в результате вот этой работы с психологом изменял себя изменял свою психику конечно же в лучшую сторону автор Николай Линды отечественный психотерапевт и суть метода работа с отдельными частями психики то есть здесь мы можем поглубже посмотреть на личность на психику человека и поработать например отдельно с эмоциями с чувствами с качествами с субличностями путем их одушевления или придания им какого-то человеческого образа то есть если имаготерапия в чистом виде это когда ну вот цельный человек цельная личность влезает в личность другого человека то здесь мы находим внутри себя что-то что нуждается в проработке в отдельной и мы вот это вот что-то превращаем в какой-то отдельный образ ну например можно поработать с субличностями своими и это тоже очень хорошая работа работа которая позволяет навести мир в душе что такое субличности смотрите наша жизнь многогранна и разнообразна поэтому мы в разных ситуациях ведем себя по-разному и детки тоже могут говорить что есть например добрый Витя есть злой Витя есть трусливый Витя разные в разных ситуациях ребенок проявляет разные черты своей личности и есть черты личности которые ребенку нравятся например добрый Витя ему нравится злой еще так терпимо а например трусливый вообще очень не нравится или не нравится например свой взрывной темперамент вот эти вот наши отдельные части субличности они иногда могут работать вообще бессознательно маски эмоций да очень хорошо маски эмоций это про это как раз но здесь идет больше то есть мы эмоции как бы воодушевляем каждая эмоция становится отдельным существом не просто маска отдельным существом вот ну и для того чтобы свои субличности усмирить ну не усмирить наверное а подружить гармонизировать мы можем поработать отдельно с каждым ну например с внутренним ребенком родителям анимус анима тень и так далее ну и для взрослых это такие не очень приятные персонажи как внутренний критик внутренний начальник который командует внутренний инвалид который говорит все я больше не могу все я закончился внутренняя жертва спаситель преследователь и много чего еще то есть мы в эмоциональной образной терапии можем всю эту свою внутреннюю армию проработать что нам это дает это дает осознанность и это дает управление собой собственно говоря осознанность и умение управлять собой это то к чему стремится психология современная практическая психология то есть научить человека жить в ладу со своей психикой ну вот для вас подарочек например такое упражнение если в жизни что-то случается и вы не знаете ответа вот на этот вопрос или не знаете как в этой ситуации поступить зовите внутреннюю бабу его для детей это упражнение тоже подходит ну вот где-то 6-7 лет которые уже бабу его не боятся достаточно уважают и тогда вы можете спросить вот такая ситуация произошла а что бы сказала моя внутренняя баба-яга вот та мудрая женщина которая живет чаще леса летает на метле и абсолютно ничего не боится и когда вы услышите ответ своей внутренней бабы-яги вы можете спросить а что бы сделала в этой ситуации моя внутренняя баба-яга и самый интересный вопрос а над чем бы посмеялась моя внутренняя баба-яга в этой ситуации и действительно когда мы смотрим с точки зрения какой-то вечной мудрости баба-яга это ну такой архетипичный образ то есть этот образ который в нас есть он пришел к нам от наших предков вот когда мы смотрим с точки зрения вечной мудрости тогда мы понимаем что многие ситуации про которые мы очень печалимся или очень боимся на самом деле не такие уж страшные и тогда слышим хохот своей внутренней бабы-яги и нам становится легче вот такие вот разные упражнения упражнения пути и дороги ну и разные варианты хождения в помещении эти упражнения тоже люблю и мы с детками их тоже делаем смотрите если есть варианты развития событий ну например у вас есть ребенок и ребенок говорит а я не хочу учиться я вообще в школу не пойду на самом деле он боится очень этого я в школу не пойду и мне будет и так хорошо и мы говорим вот тебе пути дорожки давай две дорожки проложим вот по этой дорожке пойдешь в школу не пойдешь а вот по этой дорожке пойдешь пойдешь в школу выучишься и получишь знания давай по одной сначала дорожки сходят посмотрим что там а потом сходим по другой дорожке и посмотрим что там и ребенок идет по первой дорожке и говорит мне тут весело и заботно и чет мне тут страшно а страшно потом почему потому что я вообще в каком-то неизведанном месте я не знаю как тут действовать страшно ну ладно давай по другой дорожке сходим я пошел в школу как мне тут мне тут как-то вот горделиво мне тут спокойно мне тут достаточно сложно но я занят каким-то важным делом и нет не страшно ну вот такой вариант из практики девчонка но уже достаточно взрослая она выбирала два пути первый путь это работать на фирме своего отца а второй путь начинаете сначала и создавать свой какой-то бизнес свою работу то есть пробивать путь самостоятельно не точно так же два пути построили она поняла что работая на отца она теряет друзья теряет себя и чувствует слабость вот эмоции убираем эмоциональными играми как потом успокоить детей и выключить триггеры покушать или попить то есть покушать или попить чтобы усмирить эмоции игорь в это имеете ввиду поясните пожалуйста после эмоциональных игр что мы делаем не обязательно покушать и попить вообще кушать чтобы усмирить эмоции это чревато как мы все понимаем не знаешь куда деться от этих усмиренных эмоций смотрите вот точно так же в эмоционально образной терапии ну вот на вскидку вы можете поиграть например морское дно последняя игра в череде эмоционально образных игры и и мага игр вы говорите ребята мы сейчас будем играть морское дно ложитесь на спинку все и у нас теперь руки и ноги водоросли ноги водоросли вот вот рыбы вот крабы и все вот эти вот потягушечки мягкие плавные движения них расслабляют а потом немножко полежать как черепашки на морском дне и все шавасана да то есть мы не пренебрегаем йогой цигуном для детей вплетая все это в тренинговые занятия тоже все это используем но проводят цигун йогу у детей поняли что если мы упражнениям добавляем образы то им легче ну то есть делать что-то вот вот такое вот непонятное не очень хорошо а например что может быть так он поедающий солнце или дракон достающий солнце и вот такой вот вот дракон достает солнце и все они уже счастливы поэтому здесь образы тоже работают таких вот упражнениях очень осознанно детей медитировать правда дети 21 века это нужно просто как как вода и хлеб ну и еще для соматиков смотрите если упорно выбирая дорогу не в школу тогда посмотрите что на этом пути может быть вы в одно упражнение не справитесь ситуации но вы подиагностируете отчета школу не хочет то есть где там страхи какие убеждения почему пройдите с ним эту дорогу пусть он придумает что на этой дороге есть что дальше вот за этой точкой и вы поймете причину вот этого отсутствие мотивации упражнение разговор с болезнью для деток с соматикой такие тоже есть у нас все больше и больше ну то есть детки которые на какие-то ситуации в своей жизни реагируют тем что начинают срочно болеть но например конфликтная ситуация в группе и разболелся живот прям колик или голова заболела или чего-нибудь еще здесь тоже можно поработать вот каким образом например представить болезнь в виде какого-то конкретного живого существа увидеть какое-то существо кто это человек зверь увидеть внешность возраст качество и потом вот этому существу задают вопрос например кто ты ну вот у девочки у которой как раз животик схватывала на конфликтных ситуациях это был ёжик кто ты я ёжик колючий ёжик чего ты боишься я же маленький ёжик и я боюсь что меня ударят что ты хочешь от меня я хочу чтобы ты меня уносила вот как только начинается что-то какие-то конфликты что нужно сделать чтобы тебе было лучше чтобы точно не боялся что тебя ударит потом девочка спрашивает так стоп ты же колючий а давай попробуем что как только начинается какая-то конфликтная ситуация ты меня будешь тихонечко покалывать совсем чуть-чуть и я буду тебя защищать я буду помнить что ты у меня испуганный ёжик животике я тебя буду защищать получается колики победили в конце концов вот вот такие вот разные упражнения которые объединены одной мысли то есть если мы ребенку показываем какой-то новый образ если помогаем ему прожить в этом образе то ребенок становится чуть-чуть другим и начинает немножечко другую жизнь жизнь которая будет более сильной правильной ну и для ребенка лучше ну и на этом я закончу вы можете задавать вопросы я готова на них ответить презентацию на деле надеюсь все успели скачать ну а если нужна литература я вот к сожалению не оставила координаты но у мария такмянина мне можно найти в сети вконтакте психосоматика психосоматикой приходится заниматься потому что ее стало очень много то есть мы прямо вот эти вот упражнения делаем мы рисуем болезни мы с ними разговариваем и мы всегда с детьми честно и поэтому проговариваем всю эту систему каким образом создается психосоматика кинезиология для детей работает однозначно очень хорошо игорь вы совсем же недалеко от нас поэтому вы можете просто доехать до екатеринбурга найти джей лидер и даже посмотреть на занятия если вам стало интересно как скачать презентацию вкладочка файла вверху справа листок загнутым уголком открываете ее и скачиваете презентацию у вас еще есть несколько минут для этого ну а я говорю вам до свидания если не увидимся то хорошего лета ну я думаю что еще увидимся потому что у нас вебинары продолжаются вам всего всего доброго